Здравствуйте дорогие друзья! Вы находитесь на канале LTDENIS1987. Сегодня я расскажу и покажу как пользоваться программой Format Factory или Фабрика форматов. Разработчик позиционирует эту программу как конвертер видео для мобильных устройств, но причин пользоваться этой программой может быть великое множество. Например, мне эта программа помогла, когда у меня был старенький видеоплеер к телевизору, и он поддерживал только определенные легкие форматы видео. Поэтому программа Фабрика форматов не один раз меня выручала. Запустим программу. На первый взгляд, интерфейс программы не совсем интуитивный. Хочется в меню найти пункт импортировать, а его там нет. На самом деле все намного проще. В левой части программы есть множество форматов, которые доступны нам для преобразования нашего видеофайла. MP4, AV, 3GP, Windows Media Video и так далее. Нажимаем на нужную нам иконку. Допустим, 3GP. Появляется окно. Для начала нам нужно добавить видеофайл, который нам необходимо конвертировать. Добавили. Есть кнопка настроить. Нажимаем на эту кнопку. Появляется окно настройки качества видео. В списке имеются готовые популярные профили. Но ниже можно указать точные характеристики, которые вам нужны. Разрешение, тип кодека, количество кадров в секунду, битрейт и тому подобное. Если вы только начали пользоваться программой и мало что понимаете в характеристиках видео, то я вам не рекомендую здесь что-либо изменять. Выберем один из профилей. Еще есть кнопка настройки. Здесь можно сделать обрезку видео. Например, удалить титры в конце видео для уменьшения размера выходного файла. Мы в данный момент здесь ничего менять не будем. Ниже показывается конечная папка, куда будет сохранено перекодированное видео. Если вас не устраивает папка, которую указала программа, то вы можете указать путь к другой папке. Нажав на кнопку сменить. Теперь нажимаем кнопку ОК. Видим, что файл добавился в список заданий. Таким же образом мы можем добавлять по несколько файлов, одновременно ставя их в очередь. Мы только указали, что программе нужно делать. Теперь нужно запустить процесс перекодирования с помощью кнопки старт. Здесь мы видим прогресс перекодирования в процентах. Пока будет кодироваться видео, посмотрим на некоторые настройки программы. В пункте темы можно изменить цвет главного окна программы. Может кому-то надоел стандартный белый цвет. Теперь о списке заданий. С помощью меню задания Save Task List можно сохранить список заданий. К примеру, вы создали список заданий, но сейчас у вас нет времени ожидать, пока программа перекодирует. Сохраняете список, а потом откроете его в нужный момент с помощью заданий, меню задания Load Task List. У вас здесь все появится. В списке выбираете нужный в данный момент видео для перекодирования. Нажимаете кнопку Start. На мой взгляд, работать с программой легко. Нет ничего необычного. Итак, конвертация завершилась. Нажав на кнопку Конечная папка, мы перейдем в папку, где сохранилось наше видео. Вот пошло воспроизведение видео. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.